Друзья, всем привет! Вы снова на канале Epic Board Shop TV. И у нас сегодня очередной видеообзор, который я сделал на сноубордические шлема. В сегодняшнем обзоре у нас представлены шлема от компании Ocli. Для многих, конечно, бренд Ocli больше знаком как бренд, который делает лучшую оптику на земле. Но второй сезон компания Ocli делает отличные шлема, которые себя уже зарекомендовали, которые действительно уже полюбились достаточно большому количеству людей, которые катаются на сноуборде, да и не только. И, собственно, у компании Ocli на сегодняшний день существуют две основные модели. Это Mod 3 и Mod 5. Такой супер глобальной разницы, собственно, между этими двумя моделями нет. Mod 3 отличается от модели Mod 5 наличием регулируемой вентиляции. И у модели Mod 5 она сделана такой технологией, как Dual Hybrid Shell Construction. И в этом сезоне компания Ocli еще запустила такую технологию, добавила свои шлема. Собственно, как и в модели Mod 3 и Mod 5. Это технология MIPS. Постараюсь вам рассказать, в чем принципиальное отличие между, собственно, двумя шлемами. Самый такой младший, ну, если так можно выразиться, шлем у компании Ocli, это модель Mod 3. Но, тем не менее, он обладает всеми такими технологиями, всеми наворотами, которые позволят вам достаточно комфортно кататься. Во-первых, действительно, шлем очень легкий. Вес шлема – это действительно очень важный момент, потому что, когда вы долго катаетесь в горах, то из-за, скажем так, тяжелого веса шлема начинает уставать шея, у кого-то может заболеть голова и так далее. Дальше, вторая такая интересная история. У компании Ocli все шлема идут, соответственно, с регулировкой, индивидуальной такой регулировки по голове. Она называется BoFit System. Помимо основного размера S, M или L, у вас есть такая индивидуальная регулировка. Она, в принципе, у многих сейчас компаний. Но вот у Ocli здесь именно компания Bo, всем знакомая, собственно, по шнуровкам ботинок и так далее. У шлемов Ocli очень крутая технология, она называется MBC. Это такой козырек, который, собственно, отдает вам очень крутое сочетание с любой маской. По крайней мере, от компании Ocli. С другими, конечно, лучше смотреть, уже мерить непосредственно со шлемом. Также у модели Mod 3 действительно очень много настроек. Отстегивающаяся полностью подкладка. Вы ее всегда можете постирать, освежить. Регулировка настройки ушей. Также магнитные новые такие, наверное, у всех брендов таких современных шлемов. Сегодня, на сегодняшний день, это такие магнитные застежки. То есть, вам теперь уже не надо постоянно в перчатках на горе пытаться застегнуть шлем. Все застегивается на магнитах. Достаточно просто клипсы поднести друг к дружку, и они моментально у вас уже фиксируют, застегивают шлем. Еще раз повторюсь, модель Mod 3 является самой младшей моделью в линейке. Но по функционалу, по весу, по технологиям и, опять же, для совсем модников по дизайну, куча разных вариантов, куча разных историй. Друзья, следующая модель, про которую вам хочется рассказать, это уже такая, скажем так, верхняя модель у них в линейке. То есть, это модель Mod 5. Глобальное различие и в цене, и в визуально, это, соответственно, два таких основных направления. Это регулировка вентиляции, которая закрывает либо полностью шлем, либо полностью открывает, и можно оставить такое среднее положение. Действительно, можно всегда, скажем так, проветриться, освежить голову и, собственно, наоборот, сделать максимально тепло, максимально комфортно. Второе такое отличие, собственно, модели Mod 5 от Mod 3, это, вот как раз эта технология Dual Shell Construction. То есть, что это значит? Шлем, он как бы не цельный, а он состоит из двух частей. С производителя Okla, они в шлеме выделили наиболее подверженные ударам зонам. То есть, это височная область и как раз лобная. И эти части, они усилили, они сделали более прочные, такая технология ABS. А заднюю часть они сохранили более легкую, с вентиляцией, и получилось такое сочетание максимальной защиты при минимально возможном весе. Еще тоже очень прикольная история, как раз вот связанная с технологией MBS. Когда у вас одета маска, и вы едете вниз по склону, получается, в нижние части, в нижние окна вентиляционные маски воздух проходит. Он проходит через маску, соответственно, она вас не запотевает. Дальше воздух попадает в вентиляционный этот козырек, проходит через шлем, и дальше вот из этих окон он выходит. То есть, получается, постоянная циркуляция воздуха и через маску, и тем самым маска практически не потеет. Это действительно очень крутая тоже технология. Подходим к самому главному. Это технология MBS. А что же это такое? Смысл технологии защиты MBS заключен в том, что есть оболочка и есть так называемый вкладыш низкого трения. И когда шлем с системой MBS подвергается угловому удару, слой с низким коэффициентом трения позволяет скользить шлему относительно головы. И технология MBS дает как раз ту дополнительную защиту при именно угловом таком вращательном ударе. Уменьшает риск тяжелых повреждений головного мозга. Конечно, надо понимать, что это не панацея, но тем не менее определенный процент, определенный процент безопасности, я думаю, что с такой технологией вы получите. Шлема Окли сезона 2018. Полный модельный ряд. Вы можете, собственно, посмотреть у нас на сайте epicboardshop.ru. Ну, а с вами был Epic Board Shop TV. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok